Я в восхищении от жеребьевки 15-го тура, дорогие друзья. У нас такие пары лидерские сейчас. Просто пальчики оближают. Жаль, нельзя одновременно все это показать, потому что, ну смотрите, Карлсон против Грещука играет. Наконец-то мы увидели Грещука на главном столике этого турнира. Вот он, вот он красавчик. А на соседнем столике ваш Елограф играет с Крамником. Видите, как Володя сейчас улыбается. Интересно, на каком языке они говорят, на французском или на английском? Ну скорее на английском все-таки. А Корякин играет с Раджабовым. Ну тоже, вы знаете, знатная битва. Аронян с Томашевским. Ну не знаю, я бы дорого отдал за то, чтобы посмотреть по очереди, именно по очереди каждую из этих партий. Ну, к сожалению, не получится. Ну вот Лева Аронян приветствует сейчас участников соседних партий. Ну, тут такое, знаете, настоящее шахматное братство. Вот это очень приятно видеть, когда шахматисты между собой хорошо общаются и, в общем, настроены дружелюбно. Но при этом за доской, конечно, бьются в кровь и не берегут друг друга. Итак, турнирное положение. Изучаю обстановку. Ваш Елограф лидирует. У него 11,5 очков. По 10,5 очков. То есть, второе и третье место делят Ковякин и Раджабов. Ну вот такая вот группа преследования. И по 10 очков у Карлсона, Крамника, Ароняна и Томашевского. Женя Томашевский действительно набрал уже много очков. Вышел в двузначность. 10 все-таки очков. 9,5 у Грещука и у многих-многих других участников. Там большая, могучая группа преследования. Гельфанд, Коробов, Свидлер, ну и так далее. То есть, здесь, собственно, сохраняется потенциал для того, чтобы резко изменить турнирную таблицу. То есть, лидеры не имеют права расслабляться. Здесь надо действовать достаточно энергично и побеждать, побеждать, побеждать. То есть, стоит сделать несколько, ну, достаточно парочку ничьих, и тебя поглотит группа преследования. Так что, все еще может измениться. Наблюдаем. Я думаю, что партию Свидли, партию, извините, партию Карлсона сейчас, наверное, будем смотреть. Ну, просто Грещука мы не видели до этого. Я считаю, что надо сосредоточиться именно на этом поединке. Хотя, конечно, и Крамник против Вашьи Лаграва тоже интересный. Я все-таки выступаю за Грещука в данном вопросе, но вот видим, что операторы решили иначе. Решили, что надо посмотреть партию двух французов. Да простит мне, Володя, такое определение. Но он женат на француженке. Ясно, что с этой страной много его связывает. И живет в Швейцарии сейчас во франкоязычной части. Так что, естественно, такой интернациональный брак. Ну, Владимир сейчас уже двое детей. Можно сказать, многодетный отец, солидный мужчина. А я помню его еще 15-летним, 16-летним мальчиком с длинными волосами до плеч. Вот. И, конечно, совсем он тогда был другой, но сейчас многое изменилось. Много воды утекло. Покорил все вершины мира Владимир. Сейчас не собирается спускаться вниз, не собирается давать спуску молодым. Но в турнир претендентов попасть может только в том случае, если Россия возьмет на себя организацию претендентского соревнования. У нас известно 7 участников этого турнира. А я восьмой, это будет представитель команды, представитель страны-организатора. Ну, что ж, на Грещука, видимо, посмотреть пока мы не сможем. Ну, давайте посмотрим, как лидер играет с Крамником. Итак, дебют рейти. Ну, сам Крамник, собственно, в последнее время очень успешно трактует этот дебют. Очень, очень, очень. И, соответственно, я думаю, знает, как против него бороться. А вот здесь не построит ли каменную стеночку? Нет, Конь f6. Я просто думал, что Володя может там Конь d7 как-то схитрить, Конь d7 f5 вот так сыграть и потом выставиться. Потому что по сравнению с нормальной каменной стенкой, получается, что Слон с c8 переправился на h5, что фантастически выгодно для черных. Но, конечно, там надо смотреть конкретные нюансы. Ферзь b3, а что на ферзь b6? Вот Володя тоже задумался, не понял. Размен вот террас. Ничего себе, ничего себе. А, так это все теория. Вот оно что. Смотрите, Конь f5 подграживает. Ну что, Слон g6, видимо, надо играть. Слон g6 надо играть. Да, Коня на f5 пускать не надо. Конь c3. А как каркировать-то черным? Видите, этот ферзь на e3 вроде бы какой-то неуклюжий, но слон на e7 подвисает. Хоть ферзь d8 возвращайся. Знаете, вот хоть ферзь d8 с идеей 2-0. Кстати, я думаю, наверное, неплохая идея. Но ясно, что Максим все это заготовил заранее. Ну, так быстро он все это исполнял. Ну что, Володь, вернем ферзя на d8, сыграем 2-0. Да бог с ним. Если соперник может позволить себе несколько ходов ферзьем делать, мне кажется, и мы тоже можем. Так или иначе, слона надо защитить. Ну, не играть же королев 8, ладья и 8. Ладья наш 8 так и останется в беде. Вот это да. Все-таки он так сыграл. Любопытно. А, наверное, он надеется, что произойдет размен на g6. Так, и после hg ладья с h8, ну, в какой-то степени, хотя и в небольшой, окажется, развита. Не знаю, неочевидный момент. Вот куда ставят, на e8 или на d8? Белый, наверное, e4 сейчас будут проводить. Хотя нет. Видите, Максим демонстрирует, что он планирует атаку пешеного меньшинства осуществить. То есть b4, b5 и так далее. Так, ну, вот ладья на h8, хотя, конечно, она приоткрылась, но не совсем она все-таки участвует в борьбе, вплоть до того, что, наверное, король h7 придется черным играть, чтобы эту ладью постепенно в центр все-таки выволакивать. Так, ну что, b4 сыгран, а6, ну, там черные, конечно, готовы к войне. Пока на b4 бить нельзя из-за хода a3. А вот если белые сыграют а4, то можно будет об этом уже подумать на коне а2, а5. Так, ладья е1 все-таки возвращается к идее проведения е2, е4. Максим ваш елограф. Оценить позицию пока невозможно. Позиция вязкая, позиционная. Но вот как начнется настоящее вскрытие игры, так уже можно будет о чем-то говорить. Пока, в общем, и преимущество двух слонов у белых не чувствуется. Ну что, е4, пора, да, играет достаточно, вы знаете, очень уверенно в себе действует французский шахматист. Ну что, ладью на d8 можно отставить. Или пока коня на е6 выставить, но там белые разменяются на f6 и сыграют d5. А, так вот в этом случае ладья d8-то и пригодится, да? Размен на е4. О, интересный момент. Ладья с h8 все-таки играет. Дело в том, что слоном брать было нельзя из-за падения пешки h3. Ну вот теперь, бог ты мой, связка по вертикали е. Ай, Володя, Володя. Так, ну что, конь е6 надо, что делать? Тут ладья бьет е6, как бы удар не пропустить. Да, видите, он приходится укрепляться, уплотняться. Но если белые сейчас разовьются, проведут d5, у них будет большой перевес. Вы знаете, ведь слон с g2 может добраться до пешки b7. Тревожная позиция черных. Ох, тревожная. Ферз е2. Связка, связка, вот что неприятно. На коне е6 сейчас все ладья бьет е6. Здесь какое-то жертва качества может последовать. Ай, Володя, Володя. Ну, немножко неграмотно все-таки сыграл. Он, честно говоря, просто зевнул вот эту связку по вертикали е. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, может конь d7, конь f6 тогда? Конь d7, конь f6, чтобы укрепить ладью на е8. А что еще остается? Я просто не вижу каких-то разумных действий. Ух ты, ладья h5. А, ладья на d5 хочет выйти. Ну, немножко такая вычурная, немножко игра у черных. Все-таки ладьи между собой не связаны по большому счету. Ну, белых, правда, тоже слон на c1, знаете, не красавец. Белым надо еще пару темпов для того, чтобы добиться хорошей структуры. Слон f3. Оп, интересно. Пешку на h3 жертвуем. Да, любопытно. Динамика какая-то, динамика жестокая. А может съесть все-таки? Нет, ладья d5. Ну, это правильно. Это по-грессмейстерски. Пешка дело хорошее, но, вы знаете, координацию фигур важнее. Слон b2. И вот теперь важно, чтобы пункт d5 у нас нигде не просел. Может, все-таки сейчас конь d7, конь f6. Потому что белые угрожают напасть еще раз по вертикали е. Так, ладья d6. И хочет, видимо, ладью на е6 разместить. Вот так, да? На ладья е1, ладья е6. Главное, чтобы нигде d4, d5 не прошло, не проехало. Все-таки белые слоны, знаете, могут так взбодриться. Нет, ставит коня. Владимир, ну, как-то перекрывает он эту вертикаль смерти. Пока жертвы на е6 не проходят. У белых ни того расположения ферзя и ладьи. А теперь слоны f6 черные хотят сыграть. И скушать пешку на d4. Да, 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 вы знаете, как-то наладил координацию сил наш замечательный маэстро. Да, слоны f8. Не знаю, почему не слоны f6. Это довольно сложно сказать. Но, не знаю, наверное, есть какой-то в этом тайный замысел. Ферз c4. Белый готовит удар на е6, пока он вроде бы не проходит. Ферз c6 есть ход. Ух ты! Ух ты! Что не ход, то сюрприз. Что не ход, то неожиданность. Так. Ну, может быть, здесь ладья е на d7. Но там на е6 все время удар. Как-то есть риск пропустить. Конь c7. Прекрасно сыгранно. Вообще, снять пару ладей с доски, наверное, неплохо. И конь на d5 выходит. Ай-яй-яй. Ну, нормально. Взяли-взяли. Вот сейчас ситуация успокаивается. Черный полностью взяли под контроль центр. Ладья е6. И еще подменивает. Вот так. Вы знаете, мне не нравится, что здесь размен на е6. И d5 пройдет, Володя. Отход d5-то. Ну, как же так? Ну, как же так? Единственная позиционная идея белых прошла. Ну, теперь у белых перевес снова. Ладья е6 был неправильный ход. Вот сейчас у белых абсолютно бесплатный перевес. Бесплатнейший перевес. Ой-ой-ой. И белый слон, видите, вышел на свободу. Вот сейчас преимущество двух слонов – это не фигура речи, не какое-то там абстрактное, знаете, такое совершенно незаметное преимущество. Абсолютно реальная вещь. Белые слоны зверствуют. Володя вот вроде бы взял под контроль пункт d5, потом сам же отвел фактически коня от этого. Ой, теперь спастись будет нелегко. Ну, что же тут делать? Конь c7. Ой, пассивная оборона пошла. Ну, просто слом b2, король в центр сейчас пойдет. Не знаю. У белых, ну, не могу сказать, что совсем уж технически выигранная позиция, но что-то в этом есть. Только короля, конечно, надо централизовать. Да, я думаю, что спасти эту позицию черными будет предельно сложно. Ну, что, король? Ага, на король d4. Король d3. Ну, там еще пешка же 6 слабая. То есть черным остается только стоять и надеяться на какое-то спасение. Ну, тяжело, тяжело, конечно. Хотя Володя показывает, что слона на b2 он готов закинуть. А может быть, кстати, мне кажется, белым вообще слон d4 надо было сыграть и перейти к этой позиции. Ведь преимущество двух слонов в чем составит? В том, что можно в какой-то момент одного из них разменять. Так, ну вот Владимир бросает на произвол судьбы пешку a6. Интересно. Слон бьет a6, король c6. Слон ушел. И что? А почему не взять? Наверное, какие-то иные методы будут против Кости Сопрыкина. Так, как же тут действовать-то? Не знаю, по-моему, надо брать пешку на a6. Позиция становится, да, какая-то сомнительная позиция. Не должно это спасаться, дорогие друзья. Черного, черные не могут белого слона поймать. Просто техническая позиция, на мой взгляд. Ну, сейчас король b3, a4. Так, король d3. Да, непонятно, честно говоря, что тут планировал сделать Владимир Борисович. Еще слон c8 можно вывести. Слона сейчас подтащить к игре. Там еще h5 можно будет подцепить черные пешки. И к тому же по времени, видите, как больше у лидера нашего турнира. Да, к сожалению, к сожалению, Крамник не совладал с этой ситуацией. Так, ну что, слон b2 может быть? Последний шанс. Там слон d4 будет. Ай-яй-яй-яй. Так, и g4, да. g4, g5. Безнадежная позиция. Безнадежная позиция. Белопольный слон все-таки царит на площадке. Видите? Да, g4, конечно, конечно. Ну, все грамотно действует. Слон b2 там играть нельзя. Просто король c2. Король c2 и... А, так еще эту пешку съедаешь. Ай-яй-яй. А побьем на а3, там слон просто не выберется после король c3. Хотя, подождите, там шах на d5. Шах на d5 будет. Ай-яй-яй. Так. Ну что, слон c5 шах. Потому что нет хода король c3. Ну, белые могли, конечно, выиграть проще. Но сейчас тоже позиция, наверное, с большими шансами. Слон d7, наверное, можно сыграть. Там, правда, конь a6 есть. О, конь a6. Это шансик. Это шансик и нюансик. Появляются шансы на спасение. Ну, здесь конь a6. Здесь конь a6. А, конь d5. Не знаю. Конь a6 вроде был ход. И теперь на f4 пешка зависает. Да, есть шансы на спасение. Давай-давай-давай, Володя, держись. Володя, держись. f5. f5 взяли и слон f1. Так, а как пешку защищать на b5? Кто бы мне сказал в письме или словом, да? Так. Слон d8, слон e5. Ну, все равно, вы знаете, вот даже здесь, ага. Ну, вот размен. Вот этот размен, видимо, спасает просто. Ну, слава богу, слава богу. Все могло закончиться очень печально. А сейчас лидерами все-таки притормозим немножечко. Притормозим. Да, ну, это ничья. Это ничья. Ну, Владимир спас неспасаемую позицию абсолютно. Давайте посмотрим, как Карлсон Грещук продолжается. Карлсон выиграл у Грещука, дорогие друзья. Карлсон. Так, минуточку. Как? Как выиграл? По-моему, проиграл наоборот. Потому что по позиции... Да, Грещук выиграл. Вот это да. Вау. О, Александр Грещук идет наверх, сверх чемпиона мира. И вы знаете, сегодня Карлсон вообще не может выиграть. Вот как отрезал у чемпиона мира. Еще вчера кто-то думал, что он может вообще без поражения обойтись. А сейчас, вы знаете, кровь Карлсона льется рекой. И просто заливает нашу площадку. Так. Так, да, победа. Здесь вот белые побеждают. И так, Карлсон просто все больше и больше отдаляется от лидерства. Да, здесь фантастишь. Удивительно. И, по-моему, Карякин выиграл. Вы знаете, Карякин выиграл. У нас российские гроссмейстеры перекраивают всю лидерскую композицию. Так, что это? Андрей Волокитин? Да, играет. Ну, лишнее качество есть. Конь Ф3. И здесь. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Конь Д4. Так. Конь Ф3. И конь пошел на Е5. Вы знаете, не факт, что белые играют на победу. Пусть у них лишнее качество, но очень плохой король. Так. А если шах и ферзь бьет Ж3? Ну, там ради одного шаха играют белые. Мне кажется, это Богданович, да, по-моему, играет. Так, поправлять фигуру надо за свой. За свой счет, как говорится. Так. Теперь конь на Е5 подвисает, да? Смотрите, какая нервная обстановка. Буквально пару секунд и взял на А5. Да, абсолютно выигранная позиция уже у черных. Но здесь требуется ловкость рук. И никакого мошенства. Флаг, флаг, флаг упал. Волокитин проиграл. Но вот видите, скорости не хватило. Давайте я посмотрю, как же все-таки Корякин-то сыграл. Это безумно важно, потому что... Так, Корякин обыграл Раджабова. Это очень здорово меняет обстановку. Дорогие друзья, ваш Елограф всего лишь действительно на расстоянии полочка. И сейчас главным предследователем неожиданно становится Сергей Корякин. Вот так, две победы подряд, и все изменилось. А как у нас сыграл Ливон Аронян? Вот тоже важный. Аронян выиграл у Томашевского. Вот она, какая картина мира. Итак, ваш Елограф, за ним Корякин, потом Аронян. Ну и, соответственно, дальше большая группа предследователей. Раджабов, Крамник, Свидлер снова выиграл. И Грещук. Браво. Жаль, мы не видели эту партию Грещука. Конечно, для Грещука Карлсон исключительно такой важный принципиальный соперник. У них нет дружеских отношений. Они так, вы знаете, перед партией вы видели, они даже не разговаривали. Они так как-то зло настраивались на партию. Но то, что Магнус злится, это понятно. Но не привык человек проигрывать. Вообще, для него проигрыш это вообще что-то аномальное. Человек чемпионского склада, он все-таки, знаете, настолько привык побеждать. Для него это абсолютно ненормальная ситуация. Но это, кстати, правильно. Привычка к поражениям это последнее, что должен делать шахматист амбициозный. И нельзя к этому относиться именно так. Вот в этом плане мне немножко не нравится вот такое легкое отношение к этому делу Петра с Видлером. Мне кажется, что в какой-то момент оно ему мешает. Надо все-таки чуть-чуть позлее быть. Не хватило злости, например, Петру в финале Кубка мира. Ну и сейчас. Более злой человек выиграл бы все-таки у Карлсона эту позицию. Но сейчас Карлсон, видите, сегодня Карлсона бьют все буквально. И он, кстати, уже где-то там с 10-го по какое-то место. На 2 очка отстает Магнус от Вашьи Лаграва, ну и, соответственно, от остальных конкурентов. Сейчас видим, как судьи приводят в порядок лидерские столы. Вы знаете, если бы Карлсон не был у нас бы абсолютно выделенной персоной в этом турнире, он сейчас спустился бы в народ и вот ушел бы куда-то туда, в районе там 10-15 столика. Но на самом деле на этом турнире ему выделен персональный стол и только за ним от первого до последнего тура Магнус играет. Хотя сейчас не является ни лидером, ни преследователем лидеров, потому что отстает серьезно Магнус Хенникович. Вот сегодня, видимо, встал не с той ноги. И, конечно, для болельщиков норвежца, а их миллионы по всему миру, это трудный день. Сохранить свой титул в чемпионате мира по блицу Магнусу будет крайне сложно. Для этого надо просто сейчас выигрывать все партии подряд и ждать милости от конкурентов. Делаем перерыв и следим за развитием событий.